Всем Твикс, мы близняшки и мы любим говорить в один голос. Я Твикс Лера, а я Твикс Игеля. Кстати, я левая палочка Твикс, а я правая. Да, и все наши друзья и подписчики называют нас палочками Твикс, потому что мы хоть похожи, но очень равны. Это реклама Твиксов. Былается, что всем привет, меня зовут Артур, больше меня знает как Аня-Янь. Мои споры с бабушкой видел, наверное, каждый из вас и мою рубрику эксперименты. Экспериментирую с близняшкой. Неудачный эксперимент, но я попробую еще раз. А можешь рассказать, почему неудачный эксперимент с близняшкой? Потому что что-то случилось с Лерой, и мне страшно доходить с ней, а на самом деле... Случилось то, что у нас случилось двое. Это беда просто. Чтобы вы понимали, она мне на съемках Ютуба, вот Геля, она мне выбила рыбой челюсть. Вывихнула, точнее. Вывихнула, да. И рассекла десну. Она мне выбила челюсть, выбила коронку, которая мне порезала десну. А что еще второй случай? Какой был? Второй я ему тортом выбила... Пломбой с передних зубов. Торт мягким. А, и третий раз она мне тоже губу разбила, да? И просекла губу когда... Третий раз торта тоже. Я не понимаю, как у нее это получается. Честно, я был вот тут недавно на боях, там меньше жесткости, чем от нее. Ну, во-первых, а кто круче? Во-первых, нас двое, это сразу понятно, что круче мы тут дабл-дабл человек, поэтому... Не-не-не. Нет, у нас на самом деле подписчики делятся на пополам. Вот у нас 3-3, и у нее получается... Ей тройка, и мне тройка. 3-3 миллиона. Нет, вообще это пополам. 1-1 и 1-1. Ну да, 1 с половиночкой. Миллион 800. Да. А так у нас двоем 3-3 миллиона. Миллион 650. А он что-то отстал. А у меня 2 миллиона. Но у меня у одного, а у них на двоих. Месяца 3-4, наверное. Ну, это где-то месяцев 5. Под конец карантина. В общем, мы находимся в ТикТоке, наверное, 3-4 месяца начали мы под конец карантина, причем очень спонтанно. И у нас залетело видео, как айфон не различает близняшек. Мы, короче, взяли Face ID. И решили провести эксперимент. Сможет ли разблокировать телефон? Да, он разблокировал. Короче, это видео разлетелось по всем соцсетям. Инстаграм, ТикТок, оно выходило просто везде. Потому что это было очень забавно. И мы поняли, что это у нас стезя. И на самом деле мы первые, кто вели именно разговорный формат ТикТок. И после этого начали очень многие блогеры перенимать вот тогда, рассказывать истории про себя, про свою жизненную ситуацию. Вот. Многие нас теперь квертят. Да, даже в доме у нас. Участники говорят, я уже не могу вам не открыть, почему мы говорим один голос? Многие участники хаосит, говорят, ой, извините. Почему ты меня постоянно бьешь? Да, конечно. Я начал, на самом деле, с карантина где-то месяцев пять назад. Как-то это вообще пришло спонтанно. Я приехал в карантин к бабушке, думаю, что сидеть в Москве. Приехал к бабушке и такой, почему бы не снять? Вот, как сейчас помню, первое видео было. Она не смотрит особо интернет, да, не следит вот за этими трендами. И она не знает, какая реакция будет, если бросить ментос в колу. Я ей говорю, дай сниму видео. Тебе нужно просто сказать, какой он по вкусу. Она говорит, а что сказать? Я говорю, ну, он будет неприятный. Ты скажешь, что невкусно. Я, как сейчас помню, ей дал эту колу, открыл. Она начинает туда засыпать. И она реально просто была в шоке, когда вот эта струя пошла. Она еще пыталась поймать ртом. И, короче, в этот день я снял четыре видео с ней. Суммарно они набрали миллионов 18, наверное, за сутки. Вот, с четырех видео. И где-то первые 100 тысяч я набрал за часов 18. Артур, ты не думаешь, что бабушка меденит себя? Может, ее лучше надо было в хаус? Возможно, возможно, конечно. Но на самом деле я очень благодарен бабушке за вот этот, так скажем, толчок того, что произошло. После нас стали очень многие снимать с бабушками. Когда мы снимали в первую неделю, это разлеталось по всем пабликам. В ВПШ везде писали о том, что, блин, что он творит. А я реально творил жесть. Я разбивал яйца об голову ей, а на мне мы обливались какой-то фигней. Ну, короче, было прям максимум трэша. Но это людям и нравится. Людям было скучно сидеть дома. Они заходили на эти ролики, и у них просто происходил слом шаблонов. Они такие, как это возможно? Можно, типа, моя бабушка сидит, борщ варит, а он ей на голову этот борщ выливает. Вот. Ну, короче, вот так. Бабушку Татьяну зовут. Бабуля, спасибо тебе большое за все это. Я ей реально каждый день пишу. Это один из самых близких людей в моей жизни. Она со мной с самого детства. Была больше, чем родители, потому что родители были всегда на работе. Она мной занималась, вот. И даже в таком возрасте сейчас она помогла мне выбрать новый путь для жизни, потому что я никогда не думал, что стану блогером. Ну, во-первых, она мне помогает во всем. Она понимает, что у меня просто был такой период, что я профессиональный спортсмен в бывшем, и получил серьезную травму, после чего не смог вернуться в спорт. Легкой атлетикой я занимался с пяти лет. И получил травму, порвал связку на икроножной мышце. И реально сидел в депрессии в полной, не знал, что делать дальше. И она поняла, что действительно я этим загорелся, то, что я это хочу, и она не могла мне не помочь. Она была готова как бы на все. Да и плюсом все равно, когда, типа, ты в чем-то участвуешь, но это не собирает популярность, нету энтузиазма. Но когда каждое видео залетало минимум на миллион в первый же день, она такая, блин, ну круто. Ей позвонили все ее знакомые, которые с ней общались, там, 10 лет назад. Такие, у нас внуки видели, у нас дети видели. Типа, это действительно вы. Но это просто разнеслось за первые две недели, ей позвонили все. Действительно, она же сидела тоже в деревне, ничего не видев, да. Там, сходила в магазин, там, доехала до города, еще что-то. А тут, типа, что-то интересное, что-то новое. Мне кажется, она себя снова молодой почувствовала, даже так здорово. Ну, она всегда очень такая энергичная была, хотя никогда не занималась. Мне многие писали, блин, она что играла в театре, там, что-то. Хотя нет, она всю жизнь проработала, ну, экономистом в пенсионном фонде, причем вообще такая работа достаточно скучная, не требующая какого-то творчества. И она так отыгрывала, прям, ну, очень круто. Я думаю, это была бы хорошая гостья, и мы бы все с ней поснимали. Да, мы все с ней поснимаем, просто... Она просто еще так мило делает вот эти два хвостика, я просто с этого очень сильно умиляюсь. Вы, кстати, похожи. У вас две жишечки, у нее два хвостика. На самом деле, я ее уже очень давно хотел пригласить в хаос, но я очень за нее действительно переживаю. Я сам не езжу, у меня все подписчики там съездят к ней. Я боюсь поехать, потому что сейчас вот этот вирус, и если я, грубо говоря, заражусь, то это легко перенесется, а она может, ну, типа, очень тяжело это перенести, поэтому нет. Поэтому я не еду, не зову ее, вот. Грандхаус, конечно же. Наш TikTok-дом самый большой в России, дом самый душевный, дружный, добрый. Нет, на самом деле... Нет, мы просто не смотрим на другие дома, мы можем сказать про себя, что... Когда мы начали вести TikTok, очень много домов нас звали к себе, мы ездили в несколько домов, мы не будем говорить, какие, но когда мы заходили туда, мы сразу думали, это не наше, я не хочу вообще жить, да, в хаосе. И не было чувства, что мы тут хотим остаться. Не было чувства дома. Когда мы пришли в Грандхаус, мы только вступили, но он, на самом деле, благодарный Артуру, он нас позвал, и мы пришли, и мы сразу, ой, все, это наша душа, мы здесь остаемся. На самом деле, это круто, что именно так, вот, именно в Грандхаусе мы почувствовали себя как дома, потому что это очень важно, находиться там, где тебя любят, где тебе уютно и тепло. И у меня ситуация в следующем, то, что у меня очень много друзей из блогеров, да, и в действительности я был во всех домах, в одном из них, ну, там, состоял, и по итогу, на самом деле, нету домов плохих, все дома крутые по-своему, но это же как в компании, грубо говоря, ты где-то в школе, там, на улице, ты же дружишь с определенной компанией и не говоришь, она лучше, потому что, ну, то-то, да, там, потому что они, там, я не знаю, красивше, сильнее, богаче. Нет, ты просто находишь людей, которые близки тебе. Действительно, Грандхаус, вот, наш дом, он, в первую очередь, мы живем как семья, у нас нету такого, что мы на работе, то, что мы связаны какими-то коммерческими, я не знаю, отношениями, работой, мы просто живем, помогаем друг другу, отдыхаем вместе, мы не устаем друг от друга, во многих домах не так, во многих домах именно на первом месте работа. У нас же, в первую очередь, семья, и за счет этого идет прогресс, за счет того, что каждый готов помочь каждому в любой ситуации, получается, не получается, занят, не занят, там, вот, вчера ночью, да, у нас один парнишка, да, он, у него не было контента, а у нас сегодня полностью загруженный день, и двое других не спали ночью, чтобы поснимать с ним и помочь ему, вот, поэтому, действительно, это очень круто. Не, на самом деле, я очень люблю этих девчонок, потому что, ну, действительно, когда мы набирали команду, я искал в команду к нам, ребят, которые бы мне прям реально максимально хотелось видеть рядом, которые бы со мной снимались, которые бы помогали, и я долго-долго искал, нашел их, написал, и, как сейчас помню, мы разговаривали с девчонками, с девчонкой точнее, потому что ее лицо было в камере, а у нее было вот так, просто, в плечо, она такая сидела, и она сразу такая, да, да, мы приедем, просто Гель очень скромная, и она долго принимает решения. А Гель такая, ну да, мы посмотрим сначала, это я думаю, да блин. Нет, я просто хочу взвесить все, и когда мы приехали в дом, Лера там сидит, болтает, я сижу вот так, да, там, вот с таким рекламом, да. Наши продюсеры сказали, что вы когда пришли, нам показалось, что вы такие серьезные, нас все спрашивали, так, финансы, реклама, аренда, все мы спросим, такие серьезные. А на самом деле, вот, ну, очень сложно изначально оценивать людей, потому что, когда они только приехали, общался только с Лерой, но, действительно, с Гель я почти не общался, она была такая, закрытая, максимальная, я с ней, ну, вот, почти вообще не общался, а потом, наоборот, как-то произошло так, что, типа, я с Гелью стал больше общаться, чем с Лерой, типа, и это порой меняется, но сейчас я понимаю, что, типа, я Геля могу рассказать, там, почти все, что у меня происходит, типа, мне нет секретов, мне как-то легко открыться. А от меня есть? А от тебя, да. Я все равно считаю, что если человек сказал мне, то он сказал это только мне. Мне кажется, мы вот друг другу с Лерой с Гелей рассказали столько всего, столько всего, а друг другу не знаем за, особенно, наверное, первые 2-3 недели нашего общения, ну, по крайней мере, они обо мне знают вообще, ну, вот, максимум все, 99% того, что вообще никто не знает. Но я им сказал, я говорю, если мы перестанем общаться, то вас больше никто не дойдет. Нет, в последний день мы всегда держим язык за зубами. Всегда держим язык за зубами. Просто он общается с нами, потому что боится меня, что я макая челюсть вывела. Она меня заставляет. Она такая, ты что мне не пишешь, я сразу там 20 сообщений, прости. Да, конечно. Это наша фишка, кстати. На самом деле, я помню, мы записали видео, которое зашло на несколько миллионов. У нас есть различие, ну, во-первых, это родинка, а еще у нас такой интересный феноним, у нас все различается на одну единицу, я выше на сантиметр, больше на килограмм, старше на минуту, и размер ноги на один сантиметр больше, вот, это очень забавно. Да, и мы записали это видео тоже, кстати, в ТикТок, и все посмеялись. Ну, у меня еще кое-что побольше, но они будут говорить. Да на самом деле нет, у меня есть. Кстати, очень редко кто-то говорит, все хотят обычно. Нет, я не хотел бы, потому что у меня вот есть маленькая сестренка, но ей 11 лет. Я рад, что она именно младше, потому что я всю заботу, всю любовь отдавал именно ей. Я сестре тоже отдаю. Но у меня не происходило, вы все равно, бывает, ссоритесь, чтобы вы понимали, за 11 лет, вот, сколько у меня, ну, сестре лет, я ни разу, вот, не было даже момента, чтобы я чуть-чуть на нее позлился, в любой ситуации, даже если она, там, плохо себя вела что-то, у меня просто не происходит такого, что я могу на нее злиться. Это, наверное, единственный человек в моей жизни, на которого я никогда не злился, и никогда не хотел еще брата, сестру, мне этого вот достаточно. Но на самом деле, вот, мы спросили про них, насколько они похожи или разные. Первые, наверное, 2-3 дня я такой, блин, ну, от родинка, да. А потом, ты понимаешь, что они абсолютно разные во всем. Вот если они будут писать даже друг с друга аккаунты, я пойму, кто мне пишет. Потому что они действительно вообще разные. По голосу, по интонации, по поведению, по каким-то мыслям. Их нельзя сравнивать, это 2 абсолютно разных человека, просто внешне похожих, и все. Хорошо, росли мы на самом деле на очень прекрасной душевной музыке. Земфира. Наша мама пела нам возле кроватки каждые песни, когда мы спали. Поэтому Земфира – это одна из наших любимых певиц на самом деле. Также это русский рок, конечно же, в детстве. Это Чиша и Ива Компания, это Би-2, Сплинн, да. На самом деле, это любовь. Если говорить именно про наши музыкальные вкусы, то они варьируются от классики. Я, например, могу к сессе готовиться под Бетховеной Моцарта. Там иногда могу под жесткий рок, там, не знаю, что-то из Линкина Парка. Но если брать самую любимую музыку, наверное, вот сейчас, если брать из российских исполнителей, да, народных, наверное, Татьяна Арбенина, Земфира. Да, так и остались с детства, наверное. Мне кажется, вот эта любовь никогда не уйдет. Вот как мы все равно это музыка. А если из иностранных, ну это мы говорим про душевную музыку, а иностранных – это ZXX, это Coldplay, да. А чтобы потусить, я не знаю, я тащу Сигеля тоже от Моргенштейна. И Макс Корр. Да, поэтому, когда к нам пришли ребята из первого музыкального исполнительного, они сказали, что вы хотите петь. Мы сказали, что хотим, чтобы именно от нас вся вот эта энергетика уходила. Да, они говорят, мы не можем поверить, что вы, такие милые девочки, сможете что-то жесткое петь. Они говорят, показывайте, как вы это будете исполнять. И мы вот так вот стоим, значит, я залезаю на пиарный стол, и мы начинаем кузить, он такие, ладно, все, окей, давайте записывать. Когда мы пришли на студию, мы буквально, да, там спели, несколько секунд записали припев, и они такие, девочки, лирику вам никогда в жизни не нужно петь. Они вам сказали, что вам это петь не надо. Вам нужно только разрывать и разносить. Ну, там будет такая строчка. Давай только быстро всем лежать, а не с ним. Да, окей. Ну-ка, все лежать, шат, шат, шат. Давай Сезанова. Да нет, давай последнюю. Ну, короче, у нас будет... Быстро, нет, в смысле, нельзя припев показывать. Гель, короче, мы последнюю строчку скажем. Там будет такая строчка. Стерва в этом банке, пора бабки отдавать. Ну, короче, там будет забавно, там даже матные слова будут. Папа, прости, мама тоже. Поэтому забавно будет трек. Хотим попробовать себя в музыке. Безумно, на самом деле, как мы создавали эту песню, мы сразу же представили, какой образ мы хотим. Да, мы придумали себе образ. Мы придумали себе образ, клип, который мы хотим видеть. И после этого, да, после этого клипа, после этого образа, который мы создали в себе в голове, мы придумали песню. На самом деле это очень круто придумать под образ. Мы придумали, что мы будем такими бандитками в розовых масках, вот как бандиты носят, только они будут розовые, все в стразах, с розовыми автоматами, на гелике, врываются в банк, там начинают грабить деньги, грабить банки, украдем из них банк. И даже на все строчки под банк, под деньги, под автоматы подходят на самом деле. Мы даже там тренд тиктока задействовали, но мы не расскажем, я думаю, что это будет прикольно. Блин, а забавно то, что вот именно эти строчки, именно этот клип, образ, мы же писали, ты помнишь, где? Да. Наверху сидит с Архипом. Да, кстати, они нам помогали. Мы сидели, говорю, Артур, мы хотим написать песню, я не знаю, что она не проходит. Я говорю, нам хочется дерзкое, жесткое, вот мы сидели тогда вчетвером и думали, что можно сделать, там у нас есть парень Архип. Да, вот Архип сидел, я и девчонки. Да, я такая, говорю, все, там должны быть стервусы, вот, и да, мы... Да, я помню, он вам вкидывал именно вот про образ клипа, и вы доработали клип, и потом пошли уже именно в скидку по словам. Да, и мы этим вдохновились на самом деле, и прикольно получилось, мы реализовали в этом клипе, в этих словах все, что мы хотели, все гелики, не гелики, там, да, это прикольно. Просто меня гелик называют многие друзья. Гелик говорит, у нас будет обязательно строчка про гелик. Если у меня песня будет гелик, то я не буду это петь, потому что многие называют гелик. На самом деле, да, мы уже очень ждем эту песню, надеюсь, что всем понравится, это будет круто. У меня вот вообще нету именно каких-то музыкальных предпочтений, чтобы я следил за каким-то одним музыкальным исполнителем, или слушал музыку одного жанра. У меня настолько она разнообразная. Я с детства, когда занимался спортом, да, я занимался легкой атлетикой и бегал. Соответственно, когда ты бежишь большие дистанции, это по 20-40 километров, то тебе скучно бежать, ты слушаешь музыку. И я понимал, что мне любая музыка за такое время надоедает, поэтому я просто включал топ-чарты и слушал вот всю музыку подряд. Плюсом ко всему, я с детства занимался в музыкальной школе, прозанимался 7 лет на фортепиано, и у меня была большая любовь, так скажем, к классике. Я слушал достаточно много классической музыки, когда приходил домой, именно помогало мне расслабиться и подумать о чем-то. Я еще в тот момент думал, блин, надо мне петь. Но в 13 лет мой голос такой, не-не-не, петь не будешь. Начал ломаться, и я такой, фу, блин, плюнул на все. И даже этот момент сделал так, что после того, как у меня начал ломаться голос, я даже ни разу не подошел к фортепиано. Меня музыка прям очень отторгала. Я такой думаю, блин, вот, ну как так? Причем у меня было хорошее будущее в этом. Я занимался с вокалистами, я ездил, выступал. И когда он начал ломаться, я понял, что это бесполезно. Я не мог в течение года вообще петь полностью. Я все это бросил, и сейчас, спустя время, я такой думаю, блин, а почему бы нет? Голос уже устоялся. Начал тоже выбирать себе направление, я скоро тоже еду записывать трек. Но определиться именно с направлением я не могу, потому что мне, как я и сказал, нравятся разные типажи музыки. Мне нравится и Моргенштерн, мне нравится и какая-то лирика, да, которая поется там про любовь, про чувства. Поэтому я думаю, здесь будет какой-то микс, именно какой-то жесткости и лирики, соединенные воедино. Такого, чтобы подражать кому-то из музыкантов, да, или занять чью-то нишу из них, нет. Это вот как в ТикТок, в блогинге я заходил, мне многие спрашивали, кто кумир из блогеров? На кого ты хочешь быть похожим? Кого ты хочешь вытеснить с этого рынка? А зачем кого-то вытеснять? Ты же можешь занять свою нишу и быть не вместо кого-то, а быть собой, чтобы вместо тебя хотели быть. Но это вот моя позиция. Но на самом деле... Есть очень талантливые, например. Есть крутые, талантливые ребята, все... Во-первых, всем им уважение, как бы кто ни говорил, типа, блин, зачем ТикТокеры поют? А на самом деле ребята просто поставили себе цель и идут к ней, да, если у них есть какие-то проблемы с голосом, как многие говорят, там, вот, они не походили на вокал и сразу пошли петь. Я бы лучше, там, два года походил на вокал и потом бы начал петь. Но это на самом деле позиция проигравшего, заведомо проигравшего человека, как в спорте, да. Многие вот приходили, я раньше тренировал, когда людей ко мне приходили. Ну, давай начнем с первого числа, ну, давай начнем с понедельника. Вот мне сначала нужно подготовиться, сначала вот витаминки попью, куплю, там, спортпит, и потом только начну. Человек, который хочет, он начинает здесь и сейчас. А человек, который не хочет, он ищет себе постоянно повод, чтобы начать позже. Поэтому ребята молодцы, я со всеми из них общаюсь. И, к примеру, Даня, да, у него есть трек, Love, который, он очень круто спит. Да, мне тоже очень нравится. Он спит именно музыкально. Я реально прям слушаю. Да, это прям музыкальный трек, это офигенный трек. Мне кажется, под все види этот трек представляю реальную ночь. Ну, это крутой трек, да и плюсом ко всему, многие треки, которые там люди хейтят, да, вот из тиктокерских, они не понимают одного, то, что ребята могут спеть и лирику, и могут спеть и что-то музыкальное, что зайдет просто на платформу. Но ребята анализируют рынок такие, а зачем я спою то, что не зайдет в тиктоке? Я лучше спою, я не знаю, это ламба, а это гелик, который будет заедать в ушах. Или тот же Пикачу, который просто заседает тебе в голову, и ты фиг знает, как его выкинуть. Ты ходишь целый день, тебе этот Пикачу в голове. И реально создаются такие треки именно для продвижения, для того, чтобы вырасти. А именно продвижение, да, себя. Нет, ну это прикольное, кстати. Так проще создать, на самом деле, тикток, вот, ну, как я предполагаю, даже если у тебя нет желания что-то такое тиктоковское писать, ты можешь сделать один-два трека, проявить себя, как вот, музыкант на рынке, и потом уже создавать то, что тебе хочется. Да, ну, естественно, естественно. Для еще чего-то люди с тобой уже будут следить. Да, даже многие артисты специально заходят в тикток, чтобы продвигать свои треки. Это сто процентов, потому что многие, если твоя музыка, я не знаю, как это на русском сказать, кетча, подхватывая, да, ну ты понял, да, когда... Мы ее никогда не понимаем. Она порой сама с собой разговаривает. В общем, когда трек, да, начинает заедать, попадает в тренды, и люди принимают и действительно наносят у себя эту песню в голове, и это очень круто. Поэтому многие сейчас выбирают платформу именно тиктока для продвижения своих треков и продвижения себя в первую очередь. Да, это как с трендами, грубо говоря. Мне кажется, вот Володик, кстати, он уже за счет музыки послал. Да, Володик вообще... Самый яркий пример. Да, он же все треки его. По факту он был основателем тикток-индустрии по музыке, и его треки были... Вот когда я зашел в тикток, в феврале, наверное, в марте, я только его треки слышал на всех это. Вот у него один заканчивался, сразу другой в топах появлялся. Не было такого, чтобы был Володя, плюс еще опять человек, был только он. Ну, конечно, да, он именно завел эту тему с треками. Да, у него там три или четыре трека прям подряд, которые лупили. Да на самом деле в этом нет ничего плохого сделать то, что будет нравиться аудитории, даже если не будет нравиться тебе. Это равносильно с трендами, да? Можно, конечно, создавать то, что тебе нравится, но у тебя всегда будут маленькие просмотры, и ты не выбьешься на тот уровень, какой тебе хотелось бы. А можно начать с трендов, развить свой аккаунт до определенного уровня, и потом уже снимать то, что тебе нравится, да. И люди будут все равно это слушать. А можно сидеть и год такой снимать, блин, я снимаю, мне так интересно, почему не заходит? Да потому что ты не следуешь условиям рынка. Есть рынок, и нужно под него адаптироваться в любом случае. И уметь адаптироваться под свою аудиторию в первую очередь, потому что им нравится. Нет. На самом деле, нет, ну когда зашли в TikTok, да, нас хейтили, и Лера, кстати, очень сильно переживала. Да, нам говорили, ну вы так троечку, а Геля говорит, Лер, ты не отвечаем по злому, напиши. Ну хорошо, что не на единичку. Да, и я почему-то, когда пишут хейт, мне почему-то это нравится. А Лера всегда расстраивалась, и я пыталась доказать, что не надо никогда отвечать, главное, злом. Нужно отвечать по-доброму, там сердечко отправить. Если им отправишь сердечко, они потом напишут, я тебя обожаю. На самом деле, хейтер, да, это самые любимые, это самые лучшие, это ей преданные поклонники, но вот сейчас у нас вообще нет хейтеров, вообще. У них нет поклонников, значит, просто, сужу по их словам. Не помню такого, чтобы нам написали какую-то гадость, либо еще что-то, то есть нас все реально прям очень-очень любят, и это приятно, что к нам очень многие подходят на улицах, занимаются, фоткаются, плачут даже, что к нам прикоснулось, это очень мило. А я на самом деле в хейте вижу только положительные эмоции, потому что у многих именно популярных людей, вот прям очень популярных, у того же Моргенштерна, если мы возьмем, сколько у него хейтеров, сколько у него дизлайков собирается. Но, как девчонки правильно сказали, хейтер самый главный твой и преданный поклонник. Он будет следить за тобой везде, всегда, чтобы поймать тебя на чем-то и написать тебе. Это первый момент. Во-вторых, вот девчонкам не пишут, а мне пишут каждый день. Во-первых, у меня, я не знаю, людям то ли не лень, то ли что, но у меня каждый день в директе сообщений по 800. Я просто вот эти запросы открываю. Из них по 50 где-то человек пишут какой-то прям хейт, жесткий хейт. Я тебя там при встрече убью, ударю там это. И я начинаю, ну, мне порой прям горит. Я такой отвечаю, говорю, а почему? Ну, просто спросить. 99% из них пишут, блин, я просто не знал, как привлечь твое внимание, чтобы ты мне ответил, я тебя обожаю. Ну, вот, они пишут специально максимально плохие слова, чтобы ты спровоцировался, ответил им, и тогда они тебе скажут, что они тебя любят. Ну, просто логика, конечно, в этом есть, но ты такой думаешь, блин, вроде он и гадостный писал, а потом положительный. Но я обычно таких людей, которые мне пишут, потом пишут, что я тебя люблю, просто не знал, как привлечь внимание, я прям, честно скажу, я их блокирую. Потому что больше всего я в людях не люблю двуличность. Если ты человека, ну, там, любишь, обожаешь это, то напиши сразу. Если ты даже таким способом пытаешься привлечь внимание, ну, для меня это зашквар прям. Вот, поэтому таких людей я блокирую, и не вижу их в, ну, цели в таких подписчиках. Блин, как они матерятся? Песни в жизни вообще не материмся и против мата. Ну, не ври, ну, не ври. Да не материмся мы вообще. Нет, ну, Геля нет, Лера бывает, бывает. Нет, ты не говори такое. Не, на самом деле, я вот именно со стороны девушек против мат. Вот. А в песне мы захотели прям, чтобы это был диссонанс полностью нашим образом. И я уверена, что появится много хейтеров. Да, ну, поэтому мы будем делать вторую песню-версию, чтобы можно было выступать там на детских утренниках. Ну, хотели бы быть аниматорами еще на детских утренниках? Артур, это не смешно. Это смешно. Мы хотели быть ведущими. А, ведущими, ну, извини, перепутал. Ничего. Ну, ничего, простишь? Нет, так мы в жизни, на самом деле, такие, ну, более такие хорошие девочки, без мата, и поэтому мы решили создать себе вот этот образ в треке, чтобы полностью... Вытащить наше вот это вот безумие, которое внутри, все равно иногда хочется реально показать, что ты... Да, типа, тихо-маму-си-черти водится, так что... Ну, у меня просто круг общения же все равно же впитываешь, да, вот это все. У меня круг общения такой, что у меня много кто матерится, и я нет-нет, но проскальзывает, я употребляю нецензурную лексику в своем лексиконе. Извини. Ну, она всегда несет лифт попад, вот, но на самом деле, мы вот в тот раз с Геллией, у нас даже был такой небольшой челлендж, типа, если я ругнусь матом, то она мне бьет по щечне, вот, потом мы про него забыли, да? Я такой был? Да, я ему столько раз по щечне давала, я думаю. Да, ну вот, с сегодняшнего дня, кстати, я бы про это хорошо вспомнил, мы возобновляем этот челлендж с тобой, да, и с тобой. Все помнят, все слышат? Все слышат. Если я ругнусь с любым матом, то каждый может подойти и ударить его. Не каждый, не только. Но на самом деле, лучше бы каждый из вас, потому что она мне выбила челлендж, что будет в следующий раз, я не знаю. Мат, это же, в принципе, выражение своих эмоций, когда тебе не хватает слов выразить что-то, да, ты ругаешься матом. Как раньше была. Просто нужно найти замену слова. Просто мат, это очень гиперполизировано. А нужно из слова, может быть, как-то... Ничего не понятно, но очень интересно. На самом деле, вообще, как произошел мат, и что такое мат? Зачем был придуман мат? Мы здесь в Википедии.ру называли. Нет, да тут дело не в Википедии, а просто, в принципе, раньше, когда люди жили еще в Средневековье, как происходило? Тебе человек что-то сделал, ты взял палку, дубинку, там что-то ударил. Когда люди начали мыслить немного по-другому, осмыслять это, они поняли, что вместо дубинки можно использовать слово. Язык. Да, и, соответственно, мат, это замена дубинки, продолжение ее, так скажем. Этим самым, грубо говоря, в некоторых странах, да, до сих пор за какие-то слова, там, убивают что-то, потому что их мозг еще не адаптировался к тому, что можно просто словами это что-то решить. Я не знаю, я не знаю. Нет, ну как сказать? Ну, блин, все равно, я за красноречие. А-х-трек? Да, офигенный, суперский, нереально крутой, суперкрутой, нереальный трек. Ну, ты понимаешь, когда ты скажешь офигенный и матом, ты поймешь, что матом ты сказал, он гораздо круче, чем офигенный. Ну, я лучше скажу пять раз слово крутое, а чем заматерюсь? Ну, ты же материшься иногда, ну, если честно. Да не матерюсь я, господи. Да ни разу не было. Нет, у меня родители вообще ни разу не матерятся, я тоже не матерюсь. Материлась. Ну, нет, ты сейчас говоришь, как будто от тебя какие-то принципы не материться. Да нет, я не знаю, я никогда в жизни не говорила, злоский мат, сейчас вы на меня гоните, да вообще. Нет, нет, я говорю, смотри, вот за ней я ни разу не слышал, вот если честно. За тобой нет, нет, но слышал, но редко. Ну, бывают же какие-то эмоции, которые ты не можешь сейчас сконтролировать. Артур, я сказала плохое слово, да? У меня сейчас на камеру признат это или что? Нет. Мы честны перед зрителем. Если бы ты ругалась матом, то можешь сказать, я ругаюсь, но редко. Если бы я говорила, что я, ну, тебе постоянно говорю с матом, окей, я бы сказала, ну, это фигня. Так не постоянно, я же не говорю. Когда мне там на ногу падет кирпич, я могу сказать. Че в доме когда падал кирпич на ногу, расскажи мне. Не знаю, не буду орать. Да, у нас происходит, порой вот мы задеваем друг друга. Ты нас задеваешь. Ну, вот как всегда. Сто процентов надо, расскажем наш личный пример. Мы сейчас на четвертом курсе. Да, идем на красный диплом. И три года подряд мы занимались учебой. Мы были только в учебе. У нас не одной четверки. У нас не одной четверки. Следующие сельские работы, мы были полностью погружены в эту середу. Да, на самом деле даже у меня не одной четверки за три года, красный диплом. Еще я получила, мы в Нижнем Новгороде учимся, это факультет социальных наук, социология. Вот, и второе образование, это было переводчик на английском языке. Я закончила НЬЯЗ. То есть у меня всегда было стремление к учебе, и я в жизни думала, что я буду карьеристкой. На самом деле я на это шла. Вот сейчас я даже получаю президентскую стипендию, и поэтому я очень-очень рада. Я могу сказать, что несмотря на то, что мы всегда были погружены в эту учебу, мы всегда чувствовали, что нам чего-то не хватает. Да, что нам тянет к творчеству. Даже я сижу на парах, всегда я сижу, и я всегда прихожу на пары с блокнотом, всегда сижу, что-нибудь рисую, что-то там придумываю. Да, да, стихи, да. Лера там пишет стихи, я там рисую какие-то рисунки. И вот несмотря на то, что вот как бы крутишься во всей этой учебе, все равно вот это вот твое творчество, оно с тебя выходит. И на карантине, да, мы поняли. Да, и когда я уже на третьем курсе думала, блин, четвертый курс, что дальше? Ну я знала, что будет, и думала, что я вот закончу четвертый курс, я готовилась к международному экзамену по английскому языку, чтобы поступить в Вашей школу экономики. Усильно готовилась к английскому языку, у меня был самый, да, ну не знаю, перспективный преподаватель из Иньяза. Вот, именно карантин поменял жизнь вообще полностью, серьезно. Мы очень-очень рады, и самое, наверное, приятное, что родители нас поддержали полностью. У нас папа военный, они обычно такой закалки, там принципы, обязательно учебы. Традиционные ценности, да. Но папа сейчас нас так поддерживает, он нам звонит раз в пять на дню, там, девочки, как у вас дела, какие у вас перспективы. И это просто невероятно приятно, что родители нас радуются так сильно. Да, и мы хотим сказать, что вот это вот наше трудолюбие, которое было заложено родителями, вот три года мы отпахали, как ненормально именно по учебе, то есть у нас все было заполено учебой. И нам позволили, единственное, перейти на индивидуальное обучение на четвертом курсе, когда у нас диплом, хотя бакалавриату это совершенно нельзя, но за то, что у нас все пятерки в эти статьи, нам сказали, девочки, идите, развивайтесь. Да, то есть мы сейчас на индивидуальном обучении. И приехали в Москву. Да, и приехали в Москву. Вот так. Мама дала папу телефон-кирпич, то есть кнопочный. Ему нельзя пользоваться, поэтому для него, на самом деле, это все было чуждо, он не понимал, чем мы занимаемся, что мы делаем. И вот когда последнего, как мы приехали в дом, он не понимал, что происходит, но при этом не было такого, что он сказал, девочке, нельзя, не надо. Он всем, да, своим друзьям рассказывал, там у них там один миллион, два миллиона, ой, уже три миллиона. И вот он приехал к нам в дом недавно, посмотрел, сказал, что у вас такие творческие ребята, такую-то. Да, очень рады у нас. Очень понравился. Даже Артур ему, кстати, да, очень понравился. Обязательно учитесь, образование необходимо в нашей жизни, несмотря на блогин, творчество, человек должен быть развиваться, всегда саморелизм, быть развит, эрудирован. Да, потому что ты должен уметь общаться в разных кругах с разными людьми. На политику, на экономику, на социологию, на все что угодно. Если будет слишком все примитивно, то это уже неинтересно. Человек неинтересный. У меня сенсационная, так скажем, для вас информация. Я ее долго скрывал от подписчиков, от вообще всех в интернете. Мало кто знает. Вообще у меня позиционирование в интернете было, что мне 19 лет. Ты это реально раскрываешь? Да, раскрываю. На самом деле никто не знает, но мне 25 лет. У меня три высших образования. Так что вот так этот эксклюзив для вашего радио. Я прям очень был заряжен тем, чтобы постоянно развиваться. И учась на первом образовании, на очень форме обучения, на третьем курсе. Я учился на таможенном деле, в таможенной академии. Получается, мне учиться надо было 5 лет. Я такой думаю, что фигня, 5 лет, буду получать еще два образования. На третьем курсе того, когда я получал образование, я поступил в институт еще в один на юриспруденцию и в другой институт на государственное муниципальное управление. Получается, у меня было 6 сессий в год. Три зимой сдавал, три летом. Причем все разные направления, предметы не совпадали вообще. У меня голова просто взрывалась. Я спал по часу на энергетиках, на всем. Но я понимал, что это в любом случае мне пригодится в жизни. Никто не знает, как сложится твоя жизнь. Я это понял на том примере, что я всегда занимался спортом. И думал, что спорт? Типа, спорт это моя жизнь. Все, мне больше ничего не надо. Учеба, какая учеба? Какое это? Я буду всю жизнь заниматься спортом. И мне мама такая, ну ты хотя бы вот учись. Ну, в жизни все пригодится. Я такой, ну ладно. Я учился, занимался спортом. И в один момент, бах, спорта не стало. Я понимаю, что все, спорт закончился. Так же и сейчас. Масса примеров того, что были блогеры в Ютубе, которые были просто на топах один. И потом в один момент они пропали. И о них никто не знает, как они зарабатывают, чем они живут. И на этот момент я всегда знаю, что я сейчас блогер. Произойдет какой-то бах, и все, я буду юристом. Я работал и в политике, в политической партии. Я работал в администрации города. Я работал в следственном комитете полтора года. Но я достаточно в разных местах поработал, разный повидал. И сейчас я понимаю, что сейчас, на данном этапе моей жизни, мне интересно развиваться в сфере блогинга. Что будет через год, через полтора, никто не знает. И я обезопасил себя. Я хочу, чтобы каждый из зрителей понимал, что нельзя быть уверенным ни в чем. Вот действительно, когда у тебя есть подушка безопасности, то это очень круто. Поэтому, да, никто не мешает закончить образование параллельно, в любом случае. И многие блогеры, которые говорят, да вообще пофиг, уйду после шестого-восьмого класса и буду снимать. Ну а что, вот что будет дальше? Блогер, это же тоже медийная личность. И когда у тебя на интервью зададут пару каких-то вопросов, базовых, и ты такой, ну это как его, блин. Но никому не интересно следить за человеком, который не может сформулировать свои мысли. Многие из тиктокеров, многие из блогеров ютуба, инстаграма. На самом деле для меня некоторые тупые, прям вообще ужасно тупые. И ты смотришь, такой думаешь, блин. Даже поставить речь не могут. Конечно. Вот репутация, как мы многие говорили, про мат, еще про что-то, она же влияет в принципе на твой заработок, на вообще все. Когда у тебя плохая репутация, ты там ругаешься матом, я не знаю, пьешь алкоголь в кадре у себя, там еще что-то делаешь, да. То крупные бренды, рекламодатели, там, к примеру, Сбербанк, еще что-то, они захотят, чтобы твой образ рекламировал их товар. Когда ты человек, грубо говоря, развитый, эрудированный, еще что-то, то гораздо более, так скажем, основательные рекламодатели придут к тебе, и тебе не стыдно будет их рекламировать. Не какие-то там ставки, казино или еще что-то, ты будешь рекламировать действительно какие-то бренды. Но мне вот интересно развиваться, и я продолжу развиваться, я, мне кажется, всю жизнь развиваюсь, я ходил на курсы массажа, закончил это, я закончил музыкальную школу, получил три образования. Мне постоянно хочется развиваться, я ходил на актерские курсы. Я бы сейчас, если бы была возможность, да, может, она и есть, поступил бы еще в театральное куда-то и попробовал бы себя в кино. Но это же круто, когда человек развивается. Я не могу сидеть просто на месте. Я сижу дома, снимаю там ТикТок, снимаю в Инстаграм, в лайк, в ВК, ну, везде, и мне этого не хватает. Потому что я понимаю, что это все рутина, как некоторые думают, блин, блогеры, у них все круто, у них постоянно все разное. Да даже все вот эти тусовки, все вот эти мероприятия, такие интервью, они прикольны первое время. Потом это приходит в рутину, такую же работу, как у всех остальных, и хочется чего-то нового. Поэтому предлагаю вообще каждому из вас задуматься, чего вы хотите, и развиваться в разных сферах, пока у вас возраст позволяет. Ну, вот на самом деле, когда мне было 16-18 лет... А почему ты на нас посмотрел? Ну, они тоже маленькие девочки. Нет, когда на самом деле возраста меньше, типа у тебя больше энергии и сил. Сейчас мне, если раньше мне было достаточно час-два поспать, мне сейчас хотя бы часа три-четыре поспать, чтобы я себя чувствовал нормальным и функционировал. Поэтому все в ваших руках, растите, развивайтесь. Очень важно. Но деньги на самом деле, ну, это в любом случае главный момент того, ради чего мы работаем, да. Понятно, что, типа, можно работать без денег, на творчестве, на энтузиазме, но мы все понимаем, что нам нужно кушать, одеваться, куда-то съездить, отдохнуть. И в любом случае, для удовлетворения этих потребностей нам нужны деньги. Это не раньше, когда, ну, в средневековье, когда тебе могли там просто, ты мог там себе посадить, я не знаю, картошку, питаться ей, ничего ты не покупал, там, сам себе шил, не знаю, одежду и в ней ходишь. Сейчас в любом случае какая-то минимальная сумма на существование должна быть. А вот уже говоря о каких-то суммах для роскошной жизни, у всех, конечно, понятия разные. Я не знаю, для меня деньги не являются какой-то прям главной единицей, потому что я раньше достаточно много зарабатывал. У меня были свои стартапы, свой бизнес. Я зарабатывал неплохо со спорта. И какие-то суммы именно вот сейчас меня, ну, не то что не удивляют, я не хочу к чему-то стремиться. Мне достаточно там будет для комфортной жизни того, ну, сколько, не знаю. Сколько? Сам начал. Сколько можно блядь наших прокормить? Ну, 1700, я не знаю, потому что все вот, наверное, кто посмотрит из регионов, они скажут, что 700 тысяч, мы в год зарабатываем столько. Но Москва немного другой город. Поймите, то, что здесь зарабатывается, по-другому тратится. Чтобы доехать в регионе, я не знаю, на такси, сколько там нужно? Ну, полтора, если от нашего хауса, это... Нет, вот в регионе сколько стоит такси? Ну, 120 рублей. 120 рублей. На самом деле, да, очень дешево. Вот от хауса доехать до сюда стоит полторы тысячи экономом. А когда ты немножко уже блогер, то ты уже не ездишь на экономию, и надо ездить бизнесом, а это уже 4 тысячи рублей. И чтобы постричься, к примеру, в регионе, не знаю, там, рублей 500 нужно, чтобы здесь постричься, надо 5 тысяч рублей. Чтобы сходить там позаниматься спортом, там, в фитнесе, тебе нужно тысячи рублей в месяц, тут 10 тысяч рублей. Ну, может закончиться. Все суммы очень, ну, варьируются, поэтому у всех разные запросы. Но я думаю, мне бы 1700 хватало в месяц. Ну, стремиться, конечно, хочется к большему, миллионам к пяти-десяти. Но это, на самом деле, не такие большие суммы. У меня было время, когда я зарабатывал больше миллиона. И чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя потребностей. И они абсолютно так же улетают. Вот что ты зарабатываешь 100 тысяч, ты их тратишь, не замечаешь. Что ты зарабатываешь миллион, он так же вот улетает. Ну, это правда, на самом деле. Ты зашел, купил там одежду, у тебя уже там 1200-300 ушло. И как бы вот, все так. Но если, я не знаю, я покупал мотоцикл больше, чем за миллион рублей. А из такого вот, ну, каких-то вещей, одежды, то я покупал часы за 700 где-то тысяч. Ну, вот такие классические под костюм швейцарские часы. Но вот как-то так. Да, я куплю часы. Опять часы. Я надеюсь, куплю их в Новый год. Если все мне финансы позволят, то я куплю роликсы. Я подобрал те, которые хочу за миллион 750. Да, у меня есть квартира, машины нет. Но есть мотоцикл. Ну, для нас деньги, я не знаю, для меня это приятный материальный бонус в любом случае. Даже, я не знаю, учащись в университете, я учусь на пятерке. Я все время думаю, вот я сейчас, ну, сессию на пятерке сдам, зато у меня будет стипендия. Это, наоборот, это приятный бонус. Ну, да, хоть это копейки, но для меня, как студента, я помню, тогда получать стипендию, это было очень приятно. Да, но мы зарабатывали, ну, не так давно, потому что, я говорю, мы были постоянно в учебе. Вот, и сейчас мы зарабатываем, это очень круто, на самом деле, это действительно приятный бонус. Я могу сказать, что именно для блогера деньги, они важны, потому что ты постоянно перед камерой, и тебе важно хорошо выглядеть. Да, ты вкладываешь эти деньги в себя, в прическую одежду, в макияж. Ну, вся твоя работа, ты в итоге это вкладываешь сам в себя, потому что ты постоянно перед камерой, тебе нужно классно выглядеть. Да, да, ездишь куда-то, все равно это твой статус, это твой рейтинг, это однозначно так, поэтому... Именно для блогера, да, для блогера, да. Да, ну, Артур, на самом деле, прав, чем больше у тебя растет количество денег, тем больше ты тратишь, ты этого не замечаешь, это реально так, просто вот так деньги вот так. Особенно тебя сложно контролировать, тебя особенно сложно контролировать. Я люблю очень много тратить. Она может. Я не люблю, когда мы это не умеем, да. Я скажу, что у нас есть друзья, самые настоящие, это в Ярославле, у которых нет подписчиков, которые не блогеры. Мы просто очень много меняли место жительства, на самом деле, потому что у нас соседа, мы опять школу сменили, да. У нас везде были друзья, но я помню, что я всю жизнь говорила, у меня столько друзей, что их сосчитать не могу. А потом, когда ты растешь, ты понимаешь, что из этих друзей там только один является лучшим и близким. Да, вот наша подруга, у нас было две лучшие подруги, к сожалению, одной не впала, по причине того, что она попала в катастрофу. Но мы ее очень любим и всегда не вспоминаем, вот у нас вот есть лучшая подруга в Павловском крае, и вот мы знаем, что это единственный, наверное, человек, который никогда в жизни тебе не позавидует. Он просто за все порадуется, да, искренне, искренне вообще, несмотря ни на что. Вот это называется настоящая дружба, да, и у нас так есть близкий друг. Мы видимся раз в год, если не в два года, потому что расстояние. Ну вот эта связь, вот, несмотря ни на что, насколько мы не виделись, мы все время приедем и рассказываем все самые такие скрытые секреты, которые у нас есть. Да, у нас есть близкие друзья в Нижнем Новгороде, в Ярославле. В Ярославле тоже душа. Да, очень крутые друзья, это реально наша душа, где мы отдыхаем, где мы всех очень любим. И в хаосе мы уже успели найти людей, которые действительно нам близки под уху. Я всегда чувствую себя как в один год. Вот, это очень здорово. На самом деле у нас никогда не было каких-то проблем, мы никогда в жизни ни с кем не ссорились. Да, мы всегда такие общительные, коммунитивные. Мы любили за то, что мы просто были позитивными и мы со всеми общались. Мы никогда никого не обижали, нас никогда не обижали, нас все очень любили. И, не знаю, нужно быть также открытой к миру, быть таким добрым. И однозначно, да, будет связь у тебя хорошая в жизни. Поэтому вот. Дружба, она действительно важна, очень. Именно в дружбе проявляется сам человек, его поведение, его характер. Ты именно по человеку, с которым он дружишь, можешь определить, какой он человек. Какой ты и какие твои друзья. Какие твои друзья. У меня вообще, ну такая сложная для меня тема, потому что у меня было две ситуации, с которыми я столкнулся и понял, ну, я действительно много с кем дружил. Я их, не то что забыл, я их прям вычеркнул из своей жизни. Первая ситуация с спортом была связана. Когда я занимался спортом, у меня была куча друзей, которые были со мной рядом. Когда я получил травму и сел дома, я понял, что это были не друзья, которые просто было пофиг на то, где я, что я. Также у меня после был момент, когда я зарабатывал достаточно много денег, тратил их. Вокруг меня была куча-куча а-ля друзей, которые такие, да, мы с тобой всегда, везде, во всем. Потом я от этих денег, так скажем, отказался. И решил попробовать в блогинге, где у меня не было ни заработка, у меня не было финансов. Вообще, в принципе, на ту роскошную крутую жизнь, в которой я жил. И многие вот эти а-ля друзья, они такие, ну, мы заняты, мы не можем. Я говорю, блин, помоги с этим, нет, нет. И в итоге я просто забил на них, перестал им отвечать, там писать тоже. И когда я только набрал, наверное, свои 500 тысяч, все те друзья, которые говорили, типа, да чё, это фигня, жил бы как раньше, у тебя ничего не получится. Они стали мне написывать. Я просто их заблокировал, думаю, а зачем мне такие люди в жизни, на которых я вообще не могу быть неуверенным, не надеяться. И сейчас вот, ну, к примеру, в доме, да, если мы говорим же в первую очередь о блогерах, то да, у меня есть, наверное, два друга. Это мы? Нет, вы не друзья, вы подруги. На самом деле, вот девчонки, они те люди, на которых я могу понадеяться, да, я им могу что-то рассказать и быть уверенным, что они меня не предадут, не бросят. И также еще есть два парнишки, это Саша Новиков и Кирилл Феликс, с которыми, ну, действительно, дружба познается вот в разных мелочах, в тех моментах, которые ты можешь рассказать, когда ты, к примеру, помогаешь человеку и не ждешь ничего взамен. Блин, реально вот легко понять, дружит человек или нет, когда он кому-то помог, такой, блин, а ты мне, это уже не дружба. Когда ты помогаешь человеку, ты можешь помогать безвозмездно, там, я не знаю, делать все для него, а в ответ не получать ничего, и тебя это будет устраивать. Но когда ты помогаешь и такой, блин, ну, если я ему помог, значит, он мне должен тоже потом помочь, ну, это уже не дружба, это просто, ну, не знаю, приятельство, взаимовыгодное какое-то сотрудничество, но не дружба. Я не знаю, на самом деле, как это ответить. Мне кажется, что я в жизни никогда не любила, может быть, скоро это будет, но действительно, мне, про мне было, наверное, никогда таких сильных чувств, когда я умирала, не могла от человека, не могла от него отойти ни на секунду. Ну, я не знаю, это такая сложная тема, на самом деле. Я считаю, что любовь, это, на самом деле, это труд, это люди должны уметь любить, потому что ты должен уметь поддерживать человека. Это действие, любовь в 100% определяется в действиях, ни в словах, ни разу. Если человек любит, он поддерживает, он помогает, он ухаживает, он заботится, это очень важно. Сейчас, мне кажется, так мало кто-то умеет любить, многие это делают на камеру, на самом деле, даже в тик-токе очень, да, шиперство появилось, вот это слово с английского relation, шиперство, типа отношения, да, и вот на русский взяли и делают шиперство, типа, да, да, да. Я не знаю, это очень сложная тема, я почему-то даже смотрю вниз, потому что я этого смущаюсь, честно. Я смущаюсь говорить об этом. Но любить важно, мне кажется, это приходит в определенный момент, и ты никогда не можешь узнать, когда этот момент настанет. Его тоже, его никогда не нужно ждать, потому что в один момент вот так вот, как жизнь твоя может поменяться, как у нас с учебы в блоге, так же ты можешь обрести свою настоящую любовь. Но если тебе кто-то спросит, нравится нам ли одни парни, нам нравятся разные парни, на самом деле, это очень круто. Нет, нам может понравиться по внешности один, но потом парень сам выбирает, кто ему больше нравится, вот там выберут гели, я больше на него никогда в жизни не посмотрю, никогда, это просто табу, на самом деле. Еще нас всегда обижало, когда, например, парень ухаживал за одной из нас, и она ему отказывала, он бежал к другой, это значит, что ему неинтересно внутренний наш мир. Мне не было серьезных намерений, это было неприятно. Интересно, какие люди, а только оболочка, это нас очень сильно цепляло и обижало. Еще были приколы, когда парень заходил с огромным букетом цветов в школу, он подходит к Лере, дарит ей этот огромный букет. Радусь, ааа, спасибо, стоит минуту, думает, подходит, отбирает этот букет, дарит ей другую, то есть такие ситуации были тоже, на самом деле, это очень забавно, и когда там гели, парни меня целовали, и я такая с испуганными глазами, ты что делаешь, я Лера, это очень много раз было, когда нас путали парни, но это забавно, их можно разводить, шутить, оно просто тесняшка. Я была Артура Влюблена. Теперь меня засмущает. Прям влюблен, влюблен, я, может быть, был один раз в своей жизни, и это вообще такая история, которую, наверное, даже девчонки не знают, не, наверное, точно. Нет, ты рассказывал. Да? Да. В беседке помнишь возле хауса? Наверное. Нет, реально рассказывал? И кто это был? Девушка такая старше тебя. А, так нет, я не говорил про старше меня, она не старше меня, это вообще очень сложная история, потому что эта девушка была женой моего друга, вот, у нее был ребенок. Вот, чтобы еще раз вы знали, он говорит, нам все на 99%, мы все знаем, даже это. Да, они даже это знают, но на самом деле в глазах зрителей, наверное, это не очень приятная история, да, того, что это жена, друга, у нее ребенок, но действительно, когда ты любишь, человек, а то у тебя пропадают какие-то вот, ну, не знаю, неправильно, наверное, это будет назвать принципами, да, или какими-то мыслями, мне было все равно, и причем я понимал, что, я вообще думал, что у меня нет к ней ничего, я просто год с ней общался, ну, как бы, я к ним ездил домой, мы жили в соседних квартирах, я ездил к ее родителям, все было круто, и мне все друзья, да, это не может быть дружбой. Я такой, да нет, это дружба. И просто в один момент, когда я решился об этом поговорить, она меня поцеловала сама, я такой, блин, походу я, типа, ее люблю, и действительно, я вот сейчас отличаю, что это была любовь, от каких-то других эмоций, потому что, к примеру, когда мне нравится сейчас человек, да, я могу разглядеть в нем недостатки, минусы, противовес такой, блин, да ты вот в этом не права, да ты вот это там неправильно делаешь, это не то. Я думаю, что в том человеке и в тот момент я не видел действительно минусов. Сейчас, анализируя уже на какую-то трезвую голову, так скажем, да, я понимаю, что там минусов, ну, было куча, как в каждом из нас, как во мне, в девчонках, в вас во всех, но вопрос в том, то, что именно в момент, когда у тебя происходит настоящая любовь и чувства, ты их не замечаешь. Ты даже если просто окунешься с головой, тебе скажут, найди минусы, ты скажешь, блин, минусов нет, тут радуга, пони скачут, но как бы у тебя на самом деле замыливается сознание, и ты действительно любишь. Это крутое чувство, но, типа, после того момента, как все у нас, типа, разошлось, это я бы не хотел, наверное, его больше переживать, потому что это чувство все равно может закончиться, И самое плохое, это когда ты, типа, любил человека, а потом расстался с этим человеком. И это произошло по моей инициативе, потому что, ну, типа, я не хотел больше вот это продолжать, этого треугольника, и я все это закончил. Я месяцев семь, каждую ночь, она мне снилась, я каждую ночь просыпался от этого, просыпался с утра с плохим настроением, и такой, блин, нет, нет. И сейчас даже, когда мне человек нравится, я такой сначала, да, окунаюсь, и такой, блин, эмоции, 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 и потом ловлю себя, блин, надо, чтобы эти эмоции не зашли опять в то же русло, и я прекращу, но минимизирую наше общение, или как-то его перевожу в другое русло, чтобы не влюбиться, я действительно этого боюсь. Это какая-то психологическая, вот, ну, может быть, не травма, как ее назвать, но какой-то ступор того, что я действительно боюсь влюбиться в человека, вот. Ну, полноценное отношение, притом с такого ракурса, что я ей предлагал уйти с ребенком ко мне и жениться на ней, ну, я прям реально, ну, все, у меня мама с бабушкой говорили, ты что, ну, типа, ты с ума сошел? Мне было неважно ничего, я занимался спортом, я занимался организацией спортивных мероприятий по России, была ассоциация студенческих спортивных клубов, она и сейчас есть, я возглавлял центральный федеральный округ, и я, как сейчас помню ситуацию, да абсурд, да вообще, у нас была встреча, мы каждые три месяца проводили встречу с президентом в Кремле, и я должен был поехать от ЦФО, и она мне такая, блин, а я хотела, чтобы мы, типа, выходной провели вместе, и я просто всем наврал, что я заболел, я не поехал на встречу с президентом, чтобы поехать на выходной с ней, но это было настолько замутненное сознание, что я не занимался ничем, мне было на все без разницы. У парней, кстати, реально такая фишка, когда они сильно влюбляются, они пропадают, они перестают развиваться, а у девушек, наоборот, я не знаю, они как будто себя сильнее начинают чувствовать, ну, и я очень много раз это замечала. Так, слушай, на самом деле, я, типа, сейчас и боюсь, я такой думаю, блин, влюблюсь, забью на блогинг и перестану развиваться, типа, вот, поэтому я с вами перестал общаться. Не, на самом деле, типа, с девчонками я меньше стал общаться в последнее время. Такое, думаю, а то вдруг реально влюблюсь, вот я, типа, с ними постоянно проводил время, это реально, вот, без шуток, типа, я не знаю, были ли у меня какие-то к ним чувства, может, или есть, да, но, типа, изначально, когда они приехали, я с ними постоянно проводил время. Постоянно, вместе. Да, я проводил времени там 80%, я реально переставал там снимать, еще что-то, я был с ними. И в один момент я себя реально поймал на мысли, я такой думаю, блин, а что, если вот эти эмоции, они перерастут во что-то большее, и все, и тогда будет как раньше. И я такой, не-не-не-не-не, и они такие, блин, они потом начали мне спрашивать, ты что к нам, типа, не подходил целый день? А я реально прям вот на все, наплевав на себя, я такой, блин, не буду к ним подходить, блин, не буду им это писать, не буду отвечать, и реально это помогло, я немножко от них, ну, типа, отвык. Избавился. Да, я немножко отстранился от них, потому что раньше те чувства, которые меня накрывали, я, типа, такой, блин, я реально загонялся от того, что кто-то из них не написал мне, типа, спокойной ночи, это было, типа, редко. Мы реально каждое доброе утро писали, каждой спокойной ночи, и там Лера ушла спать, и просто не написала мне ничего, и я такой лежу, два часа время, три часа ночи, я такой думаю, сука, почему она не написала? И с утра такой думаю, блин, почему же она опять не написала там доброе утро? И думаю, блин, а зачем мне это? Вот, типа, я настолько обоснованный человек, что мне без разницы, кто мне пишет, кто мне не пишет, типа, все равно на всех, на окружении. А тут я стал от кого-то зависимый. И я это обрубил, и мне сейчас гораздо комфортнее, что я не жду, что кто-то из них не напишет, не напишет, мне как бы все равно. Да нет, я догадывалась. Ну, я тоже догадывалась, это естественное поведение. Нет, типа, они знают, я им просто рассказывал, какой я, а, типа, если они знают, какой я, они могут провести просто параллели и понять, почему это так происходит. Да, конечно, это сразу было. Ну, они понимают меня, я понимаю их, и понимаю какие-то их действия, да, которые происходят, и понимаю, на чем они основаны. Поэтому вот это взаимопонимание, что рождается у нас в доме, что рождается при общении, это очень круто, от того, что мы можем не говорить чего-то друг другу, но понять друг другу. Можно понимать, почему так делается. я начал всем заниматься когда я был в деревне у бабушки вот если кто-то посмотрит мои ролики я не то что не заморачивался я вот в чем ходил я причем не брал с москвы вещи туда у меня там были к примеру старые какие-то кофты штаны я просто одевал я с утра даже не почесывался встал такой все садимся горе снимаем мы ставили штатив причем штатив вообще до такой вот камера за 1000 рублей а этот цвет до 1000 рублей мы ставили вообще ничего не готовить не фон не свет куда там что я не брился ничего просто садился снимал когда я приехал в хаус первый свой они сказали блин а как ты вообще так ну типа как вообще-то набрал аудиторию потому что я там выглядел как просто парень из села который я не знаю только что с трактора вылез и типа пошел снимать я такой думаю да мне пофиг и они мне когда это говорили я такой чего вы мне несете фигню меня реально типа но я вот когда ездил там по москве что-то меня узнавала кучу народу ко мне просто подбегали все нитки нет нет надо менять образ надо быть ярким надо быть этим окей я такой город делать что хотите приехал стилист мне фига кнул волосы в синий я такой боли звонит мама звонит бабушка говорит пока не перекрасишься домой не приезжай без шуток сказали но реально типа во первых у меня там дедушка папа они просто ну сошли бы с ума и я выехал синими волосами в город и меня перестали узнавать но типа узнавали но не настолько потом я такой думаю блин сцена скоро петь скоро там вот в это все входить надо там перекраситься более сценически там белый цвет перекрасился еще меньше стали узнавать я думаю да как это вообще работает но и реально это так что раньше к примеру там е ну если я ехал в торговый центр там за час мои по моего похода по торговому центру ко мне подходил человек 50 потом синими волосами человек 25 сейчас человек 5 но как это работает я типа не понимаю типа на самом деле мне кажется образ вот он не так важен важен но действительно но я тебе говорю то что на том примере когда я был вот максимально стрёмно одетый это по факту же начать не влияло я набрал свой миллион за месяц я не был типа у меня не было брата близнеца у меня не было там супер чего-то какого-то я просто делал контент который мне интересен я набрал и мне писал кучу-кучу народу что они хотят быть похожи на меня хотя не выглядел как-то ну капец да и сейчас я понимаю что действительно внешность она важна вот именно какие-то такие типа вот их шишечки да там моя прическа что-то но это вообще не главное это типа 5 процентов от всего этого они вот к примеру соответствует образу да но если бы вы изначально просто были без образа у вас бы все то же самое было вот я прям уверен если вы были без шишечек без своих без кого-то яркого мейк без все вы бы просто говорили те же самые слова одновременно в камеру какие-то истории вас бы также смотрели ну вот мы можем рассказать про себя ну во первых про тюнинг внешности что мы хотим изменить на самом деле хотя бы хотела бы сделать ринопластику носа ты тоже нет да ты же хотела не ври мне сейчас все устраивает нет я бы хотела на самом деле избавиться вот этот я просто сказал что я буду любить что у нас классно фигурную конечно под этой кофты ничего не видно и бы тоже классно но нет они сказали что хотят пято размер чего у меня второй какой-то не видно на самом деле а к нам приезжал ганвис кстати прикольная история он взял чей-то из них лифчик искал еще минус 1 взял такой говорит это чё минус 1 это было прям ну очень круто так нет у нас был ролик какой-то фич для меня реально хотя блогер у меня нет там каких-то запретов но типа одевать женскую одежду даже для ролика для меня такой фу-фу-фу-фу не и там был ролик когда пацаны одевали на себя лифчики топы юбки и ганвис тоже одевал и они дали ему лифчик и он такой смотрит и он прям на серьезных щах он такой это минус не в этом на камеру ирина пластик куда хотела бы сделать а так если мы говорим про образы в тик токи на самом деле мы начинали без образа но потом поняли что мы хотим чтобы наш человек чем-то ассоциировал быть ярче чтобы люди смотрели на шоколадку и думали о это же две близняшки на самом деле это классно это очень круто сработало потому что люди когда видят викс они сразу же друзья не друзья подписчики они сразу присылают нам фотку о я ем вас да это прикольно на самом деле действительно даже дину с аевом уже сыром с нутеллой потому что у нее все видео раньше были подвязаны нутелли вот мы смотрим на нутеллу сразу вспоминаем это человека когда человек видит этот предмет он сразу думает что о это близняшка даже когда тик-ток упадет instagram пропадет он будет смотреть на твикс и будет думать что это мы но я и вот с этими шишечками да вообще не согласен с этим как говорили говорить о передачи нет ты говоришь про твиксы ассоциироваться с твиксами которые покупают а еще на за чем это классно скажи честно нисколько ты врешь я бы хотела быть амбассадором и на самом деле писали на фабрику марса еще мы придумали себе вот эти прически которые у нас в тиктоке в каждом ролике да и за счет нас тоже кстати очень хорошо узнают немного больше нежели чем без них на самом деле тоже узнают но не в таком количестве как вот если мы выйдем с прической яркой одежды все сразу такие милые шишечки вот эти вот они на первых пять лет сразу убирают назад ну ладно это миленько но кардинально не согласен потому что если хочешь какой-то пример то посмотри на лучших но если мы берем тик-ток то как бы я не относился где не сове да у нее там много много миллионов но по моему мнению топ-1 все равно в тик-токе это лицо тик-тока это дани милохин у него нету никакой ассоциации у нее нету никакой там определенной причем уже история жизнь на которую вся зацепила вот это ты говоришь про вне причем тут ты говоришь про внешность не а причем тут внешности и детский дом это вообще как-то несочетаемый он выглядит как угодно и я понимаю что волосы в черный покрасил и что это не какая-то отличительная особенность это просто он выглядит типа стильно и без разницы как ему покраситься побреется на волос или еще что-то это будет дани милохин если мы говорим про шмотки какие-то да мы возьмем одного из топовых блогеров которые знают абсолютно все это литвин это человек с абсолютно стандартной внешностью который 90 процентов россии он ходит с короткой прической он ходит в черном костюме nike который стоит там 7000 рублей он не выделяется ни яркостью не внешне он выделяется именно контентом подачей и харизмой когда человек выделяется именно этим это круто потому что когда ты выделяешься каким-то внешними данными да там каким-то определенным контентом какой-то фишкой то это людям может надо есть это людям это может закончить запутался ты сказал человек выделяется контентом фишки в контенте но к примеру там ты делаешь какую-то вот определенную рубрику да и эта рубрика может надо есть примеру взять литвина взять милохина они снимают все подряд вот реально все подряд им не нужно для этого ничего он может снять как он поехал отдыхать он может снять как он парится в бане и это все будет набирать потому что интересно следить именно за ним они за тем что он делает а когда ты к примеру делаешь там не за распаковку подарков да то людям интересно смотреть не за тобой а за распаковкой подарков если ты перестанешь их распаковать и перестанешь быть интересным поэтому но именно стремиться нужно к тому чтобы следили за тобой не за твоим контентом чтобы следили за твоей жизнью чтобы переходили в твой инстаграм следили за твоими историями как ты поел как ты там помылся не знаю просто когда люди следят и фанатеют за тобой. Им без разницы, как ты выглядишь, в домашнем халате или, я не знаю, в костюме Гуччи, там, в Прадо и в чем угодно. Именно нужно цеплять внутренним вот своим состоянием. Так я же говорю, то, что вот эта вся перекраска, там, какая-то одежда, я понял, что она не сыграла мне вообще ни в какой плюс. Я понимаю, что я абсолютно, я бы сейчас на месяц вообще бы уехал к бабушке, оделся бы как раньше и снимал бы, это было гораздо круче, чем сейчас я езжу на крутые локации в Гуччи, там, и во всем остальном, но это не работает. Так я и поеду. Так вы же со мной хотели. Да, с бабушкой познакомиться. Не, они реально хотели съездить к моей бабушке, познакомиться, и мы бы наснимали... Ну, она такая милая с Хосиком. Мы же наснимаем там кучу-кучу крутого контента, да? Да. Бывает, но очень-очень редко на самом деле у нас... Потому что вкус вообще совпадает. Да, ну, если, например, мне понравится одна вещь, ей другая, то мы, скорее всего, возьмем две. Те две есть. Возьмем мои две, да, и то, что она выбрала две. Чтобы вы не спорите, всем угодите. У нас одна косметика на двоих, это забавно, на самом деле. Но красятся они по-разному. Да, я два часа крашу, она 10 минут, да, 15 минут. Я не знаю, как это получается, на самом деле. Я всегда все в два раза дольше делаю, просто люблю растягивать момент. Включить музыку, медленно краситься, гели раз-раз. Но на самом деле в бытовом плане намного лучше меня, она все быстрее делает, все ответственнее. Она в любом плане лучше тебя. Мне нужно поучиться все-таки от нее хозяйственности, дисциплине, ответственности. А я в жизни, наоборот, более пробивная, там какие-то карпы, проекты. А мне если бы не бояться делать шаг, наверное. Да, к чему-то на уму. Да, у меня. Поэтому у нас на самом деле дополнение такое. Мы дополняем друг друга, полное запонимание. Она более эмоциональная и более сдержанная. Да, и вот, кстати, даже я хотела еще про одежду сказать. Вот многие думают, что нас приучили родители в детстве одеваться одинаково. Ну, действительно, одинаково одевали. Это было так, что нас все в детстве одевали одинаково. Но потом в будущем мы понимали, что у нас такой идентичный вкус, что даже мы в школу, ну, мы шли в магазин, мы покупали абсолютно одинаковую одежду, а в школе могли ее носить по-разному. Но мы все равно покупали одну и ту же одежду. У нас вообще в гардеробе абсолютно все одинаково. И это даже не было испытания. Я прям кайфую, когда мы одинаковые. Так нет, вы не думаете вообще, ну, вы же читаете книги, да, вы же понимаете, что все происходит с детства. Если у вас с детства заложились определенные шаблоны, они, естественно, у вас будут в жизни. Типа, если вас с детства одевали одинаково, то подсознательно вам это круто, вам это нравится. Вы не сами это придумали, это типа с детства заложили родители просто. Мы просто с Артуром Второй Амберно читаем. Да, психология. Да, психотерапия. Терапия? Чем? Психология, я хотел сказать. Вот, поэтому на самом деле все происходит с детства, вот эта вся одежда, все. Просто, к примеру, много одежды, если мы говорим об одежде, об образе, это все идет с детства, и многие одежды каким-то образом компенсируют того, чего им не хватало в детстве. Мне вот без разницы, как выглядеть. Типа, я могу ходить реально вообще без разницы. Вот в кофте из H&M'а, а могу одеть типа Gucci, но без разницы. Вот, я не буду чувствовать себя в чем-то лучше, типа, если это дороже вещь. Просто, к примеру, некоторые вещи, они нужны для какого-то статуса. Да, просто того, что ты приходишь на какое-то мероприятие, если ты будешь, я не знаю, там, выглядеть как с рынка, ну, такое себе, ты, у тебя все равно есть образ какой-то, которому ты должен соответствовать. Три, да, вещи, которые нас раздражают. Меня раздражает непунктуальность людей. Ну, ты говоришь за себя, я пока про себя подумала. Естественно. Меня раздражает отсутствие взаимности. Если нет взаимности, для меня это раздражает. И, наверное, отсутствие реальной креативности какой-то. Я скажу. Ну, если это по качествам. Про человека, да? Да. Ну, я расскажу, что меня раздражает. Я начну. Это холодная погода, это самое первое. Это вообще, я вообще не приношу холод. Мы родились в Приморском крае, где у нас был абсолютно шикарный влажный климат, море, солнце, горы, и это было круто. Теперь я расскажу про людей. Меня раздражает навязчивость. Я вообще не люблю навязчивых людей. Я такой человек, что у меня должно быть лишнее пространство всегда. Я должна находиться больше времени сама собой, нежели чем с человеком. Если я нахожусь с ним очень много времени, то он мне надоедает. Я хочу, чтобы у меня и у человека был всегда интерес, взаимный интерес к друг другу. Поэтому не нужно переборщать с этим. И третье, да, переборщивать. И третье, я не люблю, когда человек жалуется, что у меня ничего не получается, я ничего не добью из жизни. Несмотря ни на что, сломана нога, рука, я не знаю, там пропала статистика, все. Я тоже, я могу признаться, я действительно ною переживаю. Очень сильно. Я понимаю, что именно из-за того, что люди сильнее меня становятся, меня это мотивирует. Даже когда я пошла учиться в ИНЯЗ, у меня вообще ужасный уровень английского языка был. Но я пошла в самый сильный уровень, чтобы люди были сильнее меня. И вот я люблю окружать себя людьми, которые намного моральнее, сильнее меня. Поэтому я не люблю, когда люди, но это говорят, что у нас ничего не получается. Если ты будешь делать, если ты будешь менять формат, даже в ТикТоке, в Инстаграме, у тебя 100% получится. Все зависит от твоего старания. Что очень любим? Родителей, сестру люблю. Мы любим друг друга. Артура любим. Именно из чего? На самом деле я очень сильно люблю. Люблю людей. Я вообще не представляю жизни без людей. Я даже не могу пойти одна по улице. Ни разу не было такого, чтобы я одно время проводила. Для меня настолько важен человек. Сам человек, это любовь к нему. И я не могу описать. Но есть люди, которые не могут быть одни, могут проводить время. А если я одна, то мне становится морально плохо. Начинают загоняться. У меня появляются какие-то тараканы. И человек, он дарит все. Скрашивает. Скрашивает, дарит тепло. И я вообще обожаю людей. Наверное, самое-самое-самое любимое в моей вещи. Ну, человек, наверное. Вот. Есть какое-то мероприятие. Я еду, чтобы там... Я понимаю, что могу, если опоздать, да, я приеду лучше на час. Раньше я буду час сидеть. Но я... Вот, чтобы вы понимали, я ни разу никуда не опаздывал, когда меня куда-то звали. Вообще никуда. Я всегда встаю раньше, там, не ложусь спать или еще что-то, но я ни разу за жизнь никуда не опоздал. Это первый момент. Второй момент. Я ненавижу двуличных людей. Если ты считаешь, ну, там, человека плохим, да, то ты ему говори это в лицо. Ну, не в лицо ты говоришь, что ты классный, а потом за спиной такой, блин, он говно. Это второй момент. И третий момент. Я терпеть не могу глупых людей. Ну, мне бесят прям эти люди. Прям вот максимально. Я нахожусь с ними рядом, когда они общаются со мной, да, я понимаю, что в какой-то степени я вот их слушаю, начинаю немного деградировать. Я прям... Меня порой это прям очень бесит, и я просто ухожу от такого общения. И то, что мне нравится. Во-первых, я очень люблю... Бабушку. Бабушку, сестру, маму. Близняшек. Не, на самом деле, семья для меня это вот первое, на что я никогда не променяю вообще вот просто. Для меня провести время с семьей, гораздо более важно, чем какие-то, я не знаю, там крутые поездки, отдыхи, там тусовки с друзьями. Меня с детства заложили вот именно ценность семьи. И для меня это действительно очень важно. Второй момент, что для меня важно, это личное пространство. Если выбирать, к примеру, жить, я не знаю, в крутом-крутом там дворце, да, где будет громадная там комната, я не знаю, в 100 квадратов, и вы будете жить там вдвоем с кем-то. Или, я не знаю, маленькая комнатка уютная, в какой-то квартирке небольшой, но твое пространство, где ты можешь сделать все, что угодно под себя, где сможешь закрыться, и это все вот, ну, твое, твой угол, то я выберу именно вот это. Потому что для меня прям очень важно находиться вот как-то самому хозяином своей какой-то площади. и третий момент, это я очень люблю добрых людей, потому что действительно, сколько бы я вот, ну, не делал, я занимался единоборствами, да, для меня это очень сложно было, потому что я, для меня жалко, вот если человек упал, там, к примеру, да, нанести ему удар там по лицу, ну, я не могу, я там на улице иногда заступался за друзей, не то, что заступался, даже влазил в конфликт, у меня была такая ситуация, ну, мне единоборство дали достаточно хорошую физическую форму, того, что я могу очень быстро человека побить, так скажем, любого уровня, и поэтому, когда у меня друг разбирался с одним чуваком, который там, типа, с его девушкой общался, что-то, и они вот выясняли, выясняли отношения, у меня прям как-то закипело, я такой подхожу, я говорю, скажешь честно, ну, там, общался, не общался, я тебя, типа, не трону, если соврешь, я тебя, типа, ударю. И он сказал честно, что общался, но я не сдержал свое слово, ударил его достаточно сильно, разбил ему лицо, и потом, поехав домой, я не спал всю ночь, я просто представлял, насколько мне, ну, я просто на себе это транслирую, я представляю, что ему больно, что ему плохо в этой ситуации, мне настолько было, ну, жалко его, что я с утра поехал к нему, я извинился, и действительно, я не могу делать вот именно такие поступки к людям, потому что я понимаю, что, ну, ничто не стоит того, чтобы делать человеку больно или неприятно, потому что так же, как тебе больно и неприятно, так же ему, типа, всем одинаково, поэтому вот это для меня очень важно. Ой, я уж устала слушать, это шутка. А ей я готов сделать больно? Ты не напугал. Лет через 20, я думаю, что я и моя сестра будем точно так же двигаться в творческом направлении, мне кажется, мы откроем какую-то собственную студию, студию моделинга, либо хореографии, потому что мы... с этим очень много связаны были, может, танцевали, занимались, мы будем ведущим, у нас будет какое-то собственное крупное шоу, которое мы будем... мы будем основателями этого шоу, оно будет очень масштабным, и надеюсь, что через 20 лет мы попробуем себя еще и в других странах, попробуем раскрутиться в Америке, и там уже себя поставим. Да, ну, конечно, певицы, ведущие, классные девушки. И семья, конечно же. На самом деле, мы раньше, когда учились в университете, у нас цели на будущее были разные. Когда мы начали вести совместный влог, влог, то у нас какие-то цели соединились. Да, этим одного и тот же, да. Я сто процентов вижу нас с какими-то ведущими, у которых есть, собственно, бизнес, также певицы. Было бы круто, мне кажется. А про семью ты не хочешь сказать? Ну, семья-то понятна. Как это понятно? Кому-то там понятно. Тебя никто не знает. Понятно. Да, муж твоих детей. Муж один на двоих, да? Нет. Ну, и полностью обеспечивать своих родителей. Пока это мило. А ты нет. Артур, давай ты только пократься. А я вижу Артура через 20 лет с двумя карапузами. С четырьмя. Не, на самом деле, я вот про семью, я вижу себя через 20 лет. заказай по короче, по-тиктокерски. Я не планирую пока что семью и не знаю, как это будет, конечно. Это все происходит вот так, по щелчку. А тебе уже почти 30, чувак. Тебе тоже? На самом деле, сложно сказать. Я вижу себя именно в творчестве, возможно, в музыкальных, да, но это не система заработка. Именно вижу себя в развитии в блогинге, как продюсера, потому что я этим уже занимаюсь, да, и я понимаю, что, ну, именно со стороны продюсирования мне очень интересно это все организовывать, мне интересно этим всем управлять. И гораздо интереснее, наверное, чем просто прыгать перед камерой и говорить рубрика, эксперименты. Да, действительно, всему свое время. Да, это старт, да, это круто, да, это хорошо, но впоследствии я хочу выйти на более серьезный уровень. Это сцена, это... Ты и так на ней? Ну, сцена, это именно сценическая, то, что чем мы занимаемся, это все-таки блогинг, такое более детского направления. Я все-таки планирую расти и развиваться, но больше как в продюсировании. Я их буду продюсировать. Хорошее заявление. И спонсировать. Ну, а шоу, это не как в Ютубе, а что-то прям крупное-крупное. Телевизионное? Да. Первый канал? Пусть говорят. Да. Вы максимум туда участницами большинства власти. А кто из них не может... Типа, две близняшки встречаются с одним. Один муж на двоих короче. Да. Пусть говорят. Что же делать? Одна из беременела, тут на логию брошил, уехал в другой город. Тиктокеры-миллионники, да. Я думаю, что это серьезное более. О, конечно же. Артисты? Артисты. Может, мы будем собирать старых тиктокеров? с блогеров сначала начала. Старых тиктокеров. Там это Ивангай. Ивангай тиктокер? Нет. Я про блогеров говорю. Серьезно, да. Мостатная. Статная? Ну, конечно, будут тогда артисты. Это 100%. Люди шоу-бизнеса. Шоу-бизнеса, да? Да. Бизнесмены. Так все-таки шоу-бизнес или бизнесмен? Те-те будут. Это вообще разные направления. Абсолютно. Там будут многие. С бизнесменами это можно говорить о политике. Я просто буду артистам мешать с политиками какими-нибудь. Это в каком так шоу пока что мешает? Не знаю, есть либо политические, либо все-таки вот реально какие-то сценические. Да нет, ну 100% это будет шоу-бизнес. Это и так шучу. Это будут ребята со сцены. Это интересно. Ты на шоу главный. Не шути, а то не смешно как-то у себя. Хорошо? Ладно. Я же тебя люблю. Шалон отсюда. Я на самом деле ее люблю. Да? Ну нет. На самом деле сложно загадывать. Артур, наш продюсер, он пропишет контент и сам все расскажет. Нет, на самом деле, чтобы без шуток, у меня есть бизнес-модель. Любой бизнес и вот, к примеру, как раз-таки ее финишная прямая, которая будет у меня распланирована на 7 лет, когда она войдет именно вот в такой этот. Мне будет 32. Нормально, я считаю. Пока что зарабатываю деньги, инвестиции. Пригласите меня на шоу, я вам расскажу. Самое главное в жизни это моя сестра и ее улыбка. Я пошутила. Нет, для меня самое главное в жизни это люди и семья. Самое главное в жизни для меня... Близняшки! Нет. Слушай, нет. Самое главное в жизни для меня это... Раз, два, три. Близняшки! Мы с вами дома поговорим. Самое главное в жизни для меня... Это близняшки! Ты чур! Я еще буду прыгаться! Все, давайте я быстренько, коротко скажу. Самое главное в жизни для меня это семья и... Близняшки! Следовать поставленным целям. Самое главное ставить перед собой цели, идти к ним и все получится. Самое главное для меня это близняшки! Спасибо. 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 ... ... ... ... ... ...